Итак, приступим. Сейчас будем чинить товарища Лунстрома. Значит, у него жалобы на боль в пояснице и на боль, ну скажем так, в зоне между лопаток. Там помимо трапециевидной мышцы, там еще много мышц, там ромбовидные мышцы и так далее. Значит, что нужно сделать? Перед тем, как сделать Лунстрому мануальную терапию, мануальные манипуляции, которые сопровождаются хрустом, его нужно как следует размять. Это то, что я, ну да, мой косяк на своих видео никогда не показывал. Ведь многим людям кажется, что Мишаня, доктор Мишаня Бычков, а у меня высшее медицинское образование, для тех, кто не знал, что я делаю только хрусты. Нет. Мой сеанс состоит из мощного глубокотканного массажа. Я во время сеанса, я как следует за 45 минут прорабатываю все мышцы. И только потом я делаю мануальную терапию. Но так как в нашем организме все взаимосвязано, помимо спины я прорабатываю ягодичные мышцы и ноги. Потому что если у нас ноги, мышцы ног не будут разработаны, если мы напряжение оттуда не снимем, то, к сожалению, спина должным образом не расслабится. Самое главное сделать массаж таким образом, чтобы у него вся спина была красная. Это показатель того, что я не халтурил, а работал. Потом, конечно же, я поставлю ему вакуумные баночки. И вишенка на торте – это манипуляция. Многие думают, что когда я делаю манипуляцию, скажем так, многие думают, что это верхи медицины, что это верхи работы с опорно-двигательным, вершина работы с опорно-двигательным аппаратом. Но нет. Запомните, если взять 100%, вот процедуру за 100%, то массаж – это 85%. То есть массаж, баночный массаж составляет 85% работы. А мануальная терапия всего 15%. Но это весомые 15%. Но если вы будете делать только мануальную терапию, просто хрустеть, то эффект будет минимальный. Поэтому нужно чем работать? Ручками и головой, конечно же. Сейчас я его разомну, поставлю баночки и похрущу немножко. А вы это увидите.